приветствую любители москвы вы смотрите передачи московские железнодорожные платформы но это кстати старая станция аэропорт видите вот на той которой мы были прошлый раз вот можете видеть ее со стороны потому что я еду на аэроэкспрессе в аэропорт внуково ну собственно не в самый аэропорт а на станцию которая называется аэропорт внуково вот и сейчас мы въедем в туннель вот видите оцените так сказать пространство которое идет от старой платформы аэропорта здесь вот дальше пока как бы такая вот территория прилегающая к аэропорту всякие там разные хранилища топлива и так далее ну и вот сейчас мы въезжаем в аэропорт все вот туннель и прям ну практически как метро да то есть вот эта станция аэропорт внуково вот там просто аэропорт еще старая платформа называют а это вот уже получается как новая да просто аэропорт внуково чтобы как-то их различать а просто аэропорт а это соответственно аэропорт внуково так различается их название хотя конечно по сути масло масло вот она была на самом деле в 2005 году то есть получается уже почти 20 лет назад вот ну и собственно говоря была открыта она именно с одной единственной целью для того чтобы было удобно добираться народу до аэропорта внуково собственно говоря да чтобы можно было прям выйти буквально сразу попасть в терминал аэропорт естественно вот ну и соответственно находится она как куда в метро то есть под землей это подземная станция причем на глубине 21 метр между прочим ну и соответственно довольно такая широкая тоже платформа и здесь каждый час с киевского вокзала это направление напоминаю да отправляется аэроэкспресс билет на который стоит сейчас 500 рублей 500 рублей но это именно вот вот сейчас именно 23 год скажем так естественно каждый год цена меняется но понятно дело в сторону увеличения вот эти сколько мы едем это все в тоннеле едем то есть около полутора километров да именно расстояние вот той старой платформы соответственно вот до этой новой станции ну вот так вот ну и 500 рублей то есть там если грубо говоря 60 рублей да то здесь а если от вокзала киску прав там 90 рублей не 60 там подороже стоит до аэропорта ну короче говоря вся в любом случае в несколько раз просто вопрос а то сколько раз если с аминевской ехать а тут как так сказать с аминевской это соответственно ну получается чуть не в 10 раз дешевле но если с вокзалом ну там раз шесть дороже да если да это вот именно станция аэропорта скажешь значительное увеличение причем ну вот с особый билет берется в специальном там кассе там вот и есть вокзальный да ну и вот специальный аэроэкспресс комфортный конечно же такие вот сиденья здесь но впрочем такие сиденья они же есть в мцк и на многих других и в автобусах то подобные сиденья так что в этом отношении здесь конечно что то по прям супер пупер в общем то нету ну да комфортно но скажем так без какого то сутами и погон еще бывает ну да тогда там там конечно же особенно а здесь но обычно ну так конечно неплохо проехать но и имейте ввиду что это удовольствие скажем так стоит 500 рублей но опять же все рассчитано то что если человек конечно же едет в аэропорт то есть он непосредственно на этом уже не у него есть билет на самолет ну понятно дело что что там таскать билета сам 500 рублей по сравнению с билетом на самолет но понятное дело что это конечно совсем разные вещи вот ну а так с другой стороны конечно сюда обязательно вовсе не обязательно иметь билет на самолет можно и без этого обойтись вот я же не имел билет на самолет но пожалуйста на экспресс пускают всех вот вы видите такая посадочная платформа вот в принципе обычная сиденья металлические все тут везде отделано гранитом мрамором алюкбондом люксалоном даже такие вот композитные материалы короче вот ведь такой свод ну тут конечно понятно никого фармли нет хотя ну что значит понятно могли бы конечно и сделать все таки в конце концов аэропорт внуково в общем как никак ну железная дорога понятно все таки это же не метро да похоже на метро но все таки это именно железная дорога вот видите даже можно тут подкрепиться всякими разными ну как вот да на мцк на том же да и сейчас на многих уже и платформах стоит на станциях особенно крупных такие вот как это вендинговый автоматом называется да вот так что тут ну немножко знаете напоминает как ангар вообще говоря вот у меня такое впечатление когда вот я вышел так очень как будто я попал тот большой такой какой такой самолетный ангар большой да вот такое впечатление как будто попал такую большую коробку да в которой в принципе у меня абсолютно лишенный фактически декора да без всего без всяких каких-то таски таких и украшать элемента все такого строго четко конкретно вот выходишь всего и выход вот сейчас в одну сторону вот туда собственно непосредственно да в другую сторону ну там он планируется выход еще в другую сторону непосредственно самый аэропорт конкретно до соединение кстати здесь метро строят еще тоже вот станция метро будет тут находиться который тоже будет соединяться с аэропортом вот так что в общем но это когда будет тогда и будет но пока выход один и соответственно если один выход который направо он ведет непосредственно туда на площадь перед аэропорта внуково и дальше туда собственно сам терминал аэропорта то выход налево он ведет собственно говоря сам вот в общем то район внуково ну то есть скажем так вне аэропорта там где жилые дома парке ну и так далее то есть вне аэропорта за нас к что это это район внуково именно внуково то есть не внуковское поселение новой москвы я уже много раз это подчеркивало название вроде бы одинаковые похоже но это на самом деле разные вещи но эти даже эскалатор тут есть поскольку санкции опять же довольно все таки глубокая относительно ну так вот она выглядит ну и плюс все таки опять же все таки для удобства пассажиров если заплатили 500 рублей то наверно все таки можно уж им подняться и по эскалатору а не пешочком там по лестницам топать ну вот все как обычно билет за турникеты конечно же ну как без них тут понятно вот кстати в самом поезде не проверяют билеты но все рассчитано на то что у него установка только одна то есть там киевский вокзал потом аминьевская следующий аэропорт и потому что а потом больше денег останавливать поэтому вся расчетна то что они очень без билет никаке данипопаде и не он уж любом случае невыкишн ведь каким-то образом попадешь то здесь уже не выйдешь а не пропуск но здесь направо ответь и люди идут сумкой вот Вот это там дальше терминалы аэропорта. А я иду влево, но мне в аэропорты не надо, поэтому... Ну, что там смотреть? Там площадь, как площадь, терминал, как терминал. Все, я думаю, видели. И ничего там такого нового нет. Вот. Кстати, там новые терминалы в 2010 году. Ну, как новые? 2010 года там все перестраивали. Вот. Ну, а дальше, а в ту сторону, собственно, уже то, что вне аэропорта. Вот. На самом деле, надо сказать, что да, это именно район Внуково, западного округа. Не Нового Москва, а именно западного округа. И он вошел в состав Москвы еще в 1050 году. Вот. Если Новая Москва и 2012 год, ну и, соответственно, Внуковское поселение тоже, как часть Новой Москвы, то это он еще задолго, да, это еще в 50-м году. Ну и понятно, почему. Потому что аэропорт Внуково, естественно, имеет, ну, скажем так, огромное значение. Понятное дело, что, так сказать, и всех жителей, которые здесь жили, обслужили этот аэропорт, и их тоже приравняли уже давно к москвичам. Вот. Надо сказать, что этот район, он интересен тем, в общем-то, уникален даже во многом тем, что здесь этот аэропорт Внуково, он занимает примерно три четверти всего района. То есть вот территории района, вот взять из территории на карте, посмотрите, то там примерно три четверти занимает сам аэропорт. Ну, то есть там взлетно-посадочные полосы, всякие там терминалы, зал обслуживания, всякие там топливные, так сказать, хранилища, разные предприятия, которые к нему примыкают и так далее. То есть, ну, вот вся, скажем так, инфраструктура, одним словом, да, как сейчас принято говорить. Три четверти только лишь одна четверть занимает, ну, собственно говоря, жилые дома, парки и, ну, скажем так, все, что вот как-то, ну, напрямую может быть не связано с аэропортом, хотя, ну, скажем так, все равно и жители тут во многом, особенно раньше, конечно, все равно были связаны с обслуживанием аэропорта, да, то есть тут много, так сказать, служащих, которые и летчики, и разные там обслуживающие персоналы и так далее. Ну, короче, все, кто в аэропорте работают, им же здесь тоже удобно жить. Вот, поэтому, ну, вот так или иначе, оно и больница, и всякие там центры сертификации, и все такое. Ну, вот, это вот гостиница, кстати, недавно построили в 2018 году, вот, дубль-3 by Hilton Moscow, Внуково аэропорт, ну, вот так она называется по-длинному, ну, короче говоря, суть в одном, что это вот гостиница, которая, как бы, вот, могут остановиться те, кто приезжает вот в Москву через аэропорт Внуково, вот. Ну, это, кстати, один из трех московских аэропортов, да, я напомню, вообще Москвы и Московской области даже, вот, 10 километров от Кольцевой дороги находится, он работает с 1941 года. Ну, вот, собственно говоря, видите, тут аэропорт, посмотрим, не выходи издалека, собственно, вот. Да, так что один из трех, а какие еще два? Еще два, это, соответственно, Домодедово и, конечно же, Шереметьево, вот. Ну, а еще было, помните, Быково, ну, Быково он всегда был какой-то такой, знаете, немного четвертый аэропорт, ну, он такой был, знаете, в общем-то, маленький, маленький и малозначительный, ну, летали с него, да, в советское время, ну, как-то так, очень мало было рейсов, ну, а сейчас он фактически его просто, по сути, нет там, по большому счету ликвидировал, тем более для полетов гражданской авиации, вот, ну, я не говорю там про военные аэродромы какие-то, совсем уж небольшие, мелкие, да, для таких вот небольших самолетов, вертолетов, это понятно, я имею в виду вот такие вот большие аэропорты. Вот он называется Парк Славы, вот здесь же находятся автобусные остановки, вот, видите, здесь подземный переход, это, кстати, называется перворейсовая улица, там еще есть вторая и третья рейсовая, ну, рейсовые, понятно, рейсы самолетов, вот, ну, и как бы сюда, вот, видите, там вот через терминалов и подземному переходу, который как раз вот связан с этой вот станцией Внуково, вот можно попасть сюда. Ну, а здесь есть автобус, поэтому здесь всегда много народу, ну, потому что не все пользуются такси, в конце концов, да, ну, мало ли, потом, в конце концов, есть встречающие, там, провожающие, или человек, допустим, проводил кого-нибудь на самолет, вот, но не обязательно, почему он должен с такси, допустим, садиться, он может воспользоваться автобусом, автобусы здесь есть, но некоторые до метро едут, юго-западные, там, Солариево, ну, вот это направление, в принципе, это же юго-западное направление, ну, вот. Так что вот здесь остановка, да, очень много тут автобусов останавливается, и местные, конечно, автобусы тоже есть, вот, и вот здесь, видите, этот парк, ну, парк Славы, он, как бы, именно как вот Славы, Аллея Славы называется, он был открыт в 2018 году, вот, это вот гостиница еще раз, да, и сразу вот за ней парк, вот такой, он небольшой, но, как бы, вот, в принципе, он был всегда, просто, скажем так, он не всегда назывался Славы, тут же туалеты, опять же, так сказать, ну, мало ли кому-то захочется, там, после рейса, да, ну, там в аэропорту-то, конечно, тоже есть, куда более комфортно, ну, на всякий случай, вдруг там все. Ну, короче, я, правда, еще съемка была в феврале, поэтому, соответственно, видите, тут зимние пейзажи, конечно, часто там намного красивше, чем было тогда, но уж как есть, не обессудьте, как говорится. Следующие уже съемки будут, скажем так, более красивые, приятные этого года. Это последняя такая, в общем-то, зимняя съемка московских железнодорожных платформ. Вот, ну, да, ну, в любом случае, все понятно, да, то есть, просто деревья, они, скажем так, пока еще голые, а так будут зеленые. Так что здесь вот можно погулять, если приедете, я еще раз повторюсь, что приехать может любой человек, если не жалко 500 рублей, пожалуйста, может сюда приехать. Ну, опять же, это не обязательно, что, как говорится, сюда можно приехать не только на аэроэкспрессе, можно, естественно, приехать, и на автобусах, пожалуйста, на машине можно приехать, ну, ладно, давайте машину рассматривать не будем, но на автобусах можно приехать, пожалуйста. Ну, другой вариант, а нет, либо на автобусах, либо вот на... Но если через железную дорогу, то только на аэроэкспрессе, другого варианта нет. Вот это я четко могу сказать. То есть, никаких других вариантов, там, как типа, знаете, как можно, например, на аэроэкспрессе поехать, да, то есть на экспрессе, а можно на обычной электричке, да, то есть там есть варианты на других, допустим, остановках, а здесь вариантов нет, здесь только один аэроэкспресс, все. Вот это так. Так что, если захотите пошли за дороги, то придется 500 рублей по-любому вложить. Но если на автобусе, то, конечно, там все совсем по-другому. Конечно, намного дешевле. Вот. Ну, здесь, знаете, здесь как бы смотреть особо не на что. Прямо сказать, что какие-то достопримечательности, собственно, этот район Внуков, в общем-то, лишен. Кроме, конечно, аэропорта. Ну, аэропорт это, скажем так, все-таки достопримечательность такая еще себе. Скорее, все-таки это такое техническое сооружение. В общем, просто, скажем так, транспортный хаб. Ну, комплекс, да, который, в общем, в большей степени все-таки имеет утилитарную функцию. Его задача просто перевозить пассажиров в разные города там и так далее. Ну, поэтому, ну, все-таки, да, есть история, конечно, уже довольно богатая. Но, с другой стороны, все-таки достопримечательность его как-то назвать, ну, не очень, наверное, как-то. Вот. Тем более, ради которой стоит ехать. Вот. А в этих парках можно погулять. Вот. А сейчас мы выходим на центральную улицу. Ну, она так называется центральная. Это не какое-то условное название. Она имеет, собственно, название центральная. Собственно, она центральная улица для вот этого района Внуково. Ну, потому что она, как бы, во-первых, она довольно широкая, как мы сейчас увидим. А во-вторых, она связывает многие другие улицы этого вот района. Кстати, раньше он в советское время этот район, ну, когда он еще в 50-м году вошел в Сап-Московь, он раньше входил в Сап-Гагаринского района, а в 80-е годы он входил в Сап-Солнцевского района. Был такой Солнцевский район. Не тот район Солнцево, который сейчас, а Солнцевский. Это другой был район. Он намного был больше, чем нынешний район Солнцево. Он так и назывался Солнцевский. Сейчас Солнцево, а раньше был Солнцевским в советское время. Ну, а потом уже в 91-м году, когда, собственно говоря, вот тоже после того, как Советский Союз распался и стало новое деление Москвы, то вот с тех пор, да, был образован район Внуково, ну и многие-многие другие. Вот она на центральной улице, видите, такая довольно широкая, довольно оживленная. Вот это вот парк Аллея Славы называется. Ну, Аллея Славы, потому что там, собственно говоря, вот есть разные вот информации, как бы такая аллея, которая посвящена, так сказать, героям Великой Отечественной войны. А перейдя на другую сторону, мы попадаем в парк Центральный. Вот, то есть тут как бы два парка, которые, ну, разделены вот этой центральной улицей. Вот, ну и парк Центральный, он тоже, соответственно, ему название, оно, понятное дело, связано с тем, что, как бы, он центральный именно для вот этого района Внуково. Так же, как улица Центральная, парк Центральный, это все именно относится к Центральной именно для этого района. Не вообще в целом, конечно, понятное дело, а именно вот в этом районе. Но он чуть-чуть побольше, но тоже, скажем так, не лес, конечно, не какой-то там прям большой. Нет, он тоже не очень большую территорию занимает. Чуть побольше, чем вот он. Это парт центральный. И здесь тоже можно погулять, конечно, в хорошую погоду. То же самое, тропинки, дорожки. Здесь, слава богу, еще не так сильно все, так сказать, благоустроено в кавычках, как мы знаем. Так как в других районах Москвы, особенно в пределах кольцевой дороги. Поэтому здесь еще как-то достаточно много, слава богу, взрослых деревьев, как мы видим. И, конечно, летом, когда все одевается листвой, сейчас уже здесь очень хорошо, конечно, можно погулять. Ну, вот, единственное, вот эти парки, пожалуй, это единственный центр протяжения, который может быть вот около этой станции аэропорт Нуково. Потому что все остальное здесь, в принципе, особо неинтересно. Интерес большого не представляет. Можете туда сходить, но там пятиэтажки. В основном, вот этот район Нуково, он застроен пятиэтажками. Обычными, типичными советскими пятиэтажками 50-х, 60-х годов. Ничего в них такого нет, но есть там и одноэтажные дома деревянные. Вот туда, если пойти, туда залез, вот направо, в правую сторону. Ну, там есть одноэтажные дома. Ну, опять же, они, какой может, не деревянные? Ну, одноэтажные. Да, в принципе, в общем-то, тоже какого-то большого интереса в них нет. Они еще даже некоторые 40-х годов где сохранились. То есть, когда еще чуть ли не это было не Подмосковье, то еще не вошла в Ставмосковье территория. Ну, вот. И вот здесь вот, тут снова там перворезовая улица. И здесь вот тоже можно сесть на автобус. Вот видите, они тут тоже останавливаются и доехать, собственно говоря, до Москвы. Что, в общем-то, я сделал? Я обратно поехал на автобусе. Уже не на электричке, а на автобусе. Ну, нет, и дело даже не только, и не в то, что там, я пожалел еще 500 рублей. Дело не в этом. Просто смысла в этом не было. Ну, а какой смысл еще тратить 500 рублей, грубо говоря, за просто так, что просто обратно, если можно на автобус сесть и доехать за намного меньше деньги. Вот, собственно говоря, только в этом все объяснялось. Ну, и заодно, и, знаете, кстати, ради интереса. Потому что, ну, тут-то я уже проехал, все уже посмотрел, а вот на автобусе вот можно что-нибудь еще интересного увидеть, скажем так. С другой стороны, да, взгляд с другой стороны. Ну, вот. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok